Самарский музыкант Дмитрий Львов гусли в руки впервые взял около 10 лет назад. Это случилось после концерта, когда в город приехал выступать гусляр. Это было очень красиво, песни пела. И после концерта, пообщавшись с музыкантом, попробовав тоже поддержать этот инструмент, какие-то основы спросить, мы с ним подружились. К тому времени Дмитрий уже самостоятельно освоил гитару, но с гуслями оказалось сложнее. Уроков в интернете практически не было. Пришлось многие вещи открывать для себя самому. Тогда в Самаре работала мастерская по изготовлению инструментов. Там Дмитрий и создал свои первые гусли. В моих руках этот инструмент больше похожий на крыловидный. То есть у него есть некий такой открылок, который напоминает крылу птицы. Этот инструмент, он относится к народному классу фолковых инструментов. Те инструменты, которые люди могли сами изготовить дома из каких-то подручных материалов. Сейчас в домашней коллекции Дмитрия уже четыре инструмента. Все они разные не только по форме, но и по количеству струн, по размерам и классам. Академический инструмент гусли трапециевидные. То есть они имеют определенную форму. Здесь внизу установлены басовые струны. И далее строй уходит наверх более с высокими нотами. Внутри есть встроенный звукосниматель с микрофоном и пьезоэлементами, которые снимают колебания деки и преобразуют все это в один канал. И создает более объемное звучание. Олеся Котова много лет работала юристом и не знала, что поход на концерт изменит ее жизнь. Звуки гусли так ее очаровали, что Олеся тоже решила научиться играть, а затем заказала собственный инструмент. В освоении гусли ей помогло профильное образование. Олеся окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Звуки гусли – это невероятно что-то тонкое, проникающее в самое сердце, в самую глубину. Трудно объяснить и передать словами те эмоции, ощущения, которые у меня возникли. Это что-то действительно чудесное, сказочное, волшебное. Есть определенный миф о том, что на этом музыкальном инструменте достаточно легко научиться играть. Ну, возможно, там одну-две песни на двух аккордах можно сыграть, но освоение любого музыкального инструмента, в том числе и гусли, требует определенного количества усилий, стараний, самодисциплины, организации. Это труд. Олеся предпочитает играть на гуслях, принцип которых напоминает устройство пианино. В моих руках перекрестные трапециевидные гусли, конструкции Давида Лакшина. Он их изготовил уже после окончания Великой Отечественной войны. Это диатонический музыкальный инструмент, то есть с одной стороны здесь натянуты струны в определенном строе в одном, с другой стороны в другом. И фактически на них можно играть, как на фортепиано. Игра на гуслях так увлекла Олесю, что она планирует оставить работу юриста и полностью посвятить себя музыке. Бывают непростые, даже тяжелые моменты в жизни, и когда занимаешься творчеством, кажется, что все это растворяется в музыке. Нет ничего, кроме звучания прекрасного строго. В репертуаре коллектива Дмитрия и Олеси не только классические произведения, но и песни таких авторов, как Владимир Высоцкий и Виктор Цой. Дмитрий и Олеси вместе выступать стали недавно. Сейчас готовятся к совместному концерту, который пройдет в конце ноября. Они уверены, чтобы добиться успеха и жить в гармонии с собой, нужно не бояться следовать за мечтой. Виктория Шаре, Игорь Казановский, События. Дмитрий и Олеси Дмитрий и Олеси